Привет, друзья! Это видео со славой планеты, который сейчас в Чикаго. А, здорово, здорово! Привет! Да! Друзья, это новый формат, давай начинать, потому что уже все хотят услышать, как ты живешь там в Чикаго. Друзья, привет всем! Это новый формат. Я вчера узнал, что Facebook дает возможность стримить для двух человек, поэтому я буду приглашать крутых ребят, а делать с ними видео, мы будем больше шарить интересного. Вот, как наши живут в разных точках мира. Буквально вчера в 9 вечера я узнал об этом, я уже пригласил славу, и мы уже из Чикаго делаем лайвстрим. Следующий из Китая, потом, я надеюсь, под Москвой. В общем, будет круто, поэтому делитесь этим видео, ну, и ставьте лайки. Комментируйте, потому что мы хотим отвечать на ваши вопросы. Итак, слава планета, кто не знает, это мой друг и товарищ, с которым мы познакомились в интернете где-то 2 года назад. Потом он приехал сюда, мы записывали вместе видео, в общем, круто было. Слава, создатель проекта 108, цель которого посетить 108 стран. А сейчас ты посетил больше 40 стран, правильно, Слава? Ну, не больше, чуть меньше. В любом случае, ты прилетел из сказочного Бали, в снежный Чикаго. Почему? Как ты оказался в США? Расскажи, почему ты решил уехать? Всем привет, всем здорово. Ну, я на острове был много раз, и в Чикаго тоже был, и в Америке тоже был много раз. На острове, на Бали я провел в сумме, я не помню сколько, около 3 или 4 лет. В принципе, потихоньку начинает плавить, потому что постоянная зелень, постоянная жара, постоянно одно и то же, байки, трафик бешеный, ну, одна и та же еда, но нет сезонности, смены сезона. Почему не поехал в Европу? Почему США? И почему Чикаго? Вот Аня пишет, почему Чикаго? Мне тоже это интересно. Потому что здесь есть общественный транспорт, система развита хорошо, и это не такой бешеный город, как Нью-Йорк, например. Потому что я был в Нью-Йорке полтора года назад, наверное, я просто не готов еще к этому городу. После Нью-Йорка я посетил Чикаго, мне очень понравилось, то есть очень понятный город. На общественном транспорте без машины можно быстро перемещаться по городу, все очень круто сделано. Автобусы, поезда, метро, все сделано удобно для человека. Ну и здесь можно на велике кататься. Я вот жду, когда тепло станет, и возьму велики, можно будет по городу на велике перемещаться. Круто, у вас снег сейчас, да? Пару дней назад все там кричали по радио, по телеку, снежный шторм, снежный шторм, ты готов? Все готовы? Готовьтесь. Куда не зайдешь, там зашел в сабвей, мужик подходит, ну что, как ты подготовился? На следующий день выпадает где-то, ну не знаю, сантиметров 25 снега. Все, весь снежный шторм. Понятно. Расскажи о планах, что ты планируешь делать? На ближайшее время, до конца мая, у меня план, я поступил в школу, называется The Second City. Это школа такого веселого актерского мастерства здесь, в Чикаго. Здесь учились такие крутые актеры, как Билл Мюррей, если вы видели День сурка. Стив Карел, если вы знаете такого комика, прикольный чувак. В общем, они здесь иногда даже преподают. И я пришел, просто рассказал, чем я занимался. Я учился в Черном квадрате в Киеве, это театр-студия импровизации. И учился еще на актерское мастерство для кино. И я решил продолжать. Это будет очень сложно, я уверен, потому что новый менталитет, новые шутки, у всех свои приколы, сленг. Люди на таком уровне, они не говорят на формальном английском. Это просто придется вот так, как школьник, как в первом классе. А что, надо себя челленджить. Согласен. Скажи о тусовке, ты с кем вообще общаешься? Там есть наши русскоязычные, русскоговорящие, как сейчас говорят? Да, здесь есть наши. Пока что я заинтересован больше в понимании местных именно американцев. У меня складывается немножко другое впечатление, чем было тогда, когда я фантазировал себе. О, там Америка, она такая. Америка вполне себе двуязычная, то есть английский и испанский язык. Все дублируется, во многих местах все дублируется на двух языках. Во многих районах ты можешь зайти и на английском говорить тебя не понимают. Если ты не говоришь по-испански, могут предложить. Стремные районы или нет? Есть такие районы, да. Прямо как в кино в кино. В таком кино, в котором мама выключает типа на ночь, чтобы не смотрел. Расскажи, кстати, где ты живешь, как ты арендовал квартиру, как это все происходит, сколько стоит. Ну, я живу в довольно спокойном районе. Мне мои друзья, которые здесь живут, в Чикаго, посоветовали. Прямо на карте нарисовали, в какие районы не стоит соваться, в каких районах все спокойно. Да, действительно, что прям и местные американцы, и приезжие, они прямо со временем, они говорят, ты поймешь, туда лучше не ходить. Да, да. То есть не то, что там отберут телефон или воде, и не могут, просто все может закончиться очень быстро. На Крэйкзлисте просто пересматривал объявления, прозванивал, прозванивал. Мне предупредили, что американцы обычно не перезванивают, то есть их нужно добивать, нужно как-то так, ну, прям нахрапом брать. Ну, я решил, что, наверное, так и будет, и я вырулил один хороший вариант. Дал свою, ну, копию своей айдишки, то есть копию паспорта лендлорду, чтобы он проверил, насколько у меня хорошая история криминальная, по кредитам, по перелетам, по пересечению границ. То есть у них все в базе есть. А какую у тебя айди, извини? Виза, выданная посольством США, считается как айдишкой. А, окей, понял. Как документ, да. То есть по нему у меня какая-то история, где я пересекал, какие границы, то есть ко мне привязана какая-то, да, чем я занимался. И банки, и полиция, и гаишники, так сказать, и погранцы, они все к этой базе подключены, в том числе и те, кто сдает жилье, это специальная база, и за определенную сумму денег, по идее, я, тот, кто поселяется, должен платить за эту проверку 50 долларов. Ну, мне попались прикольные ребята, которые сами это сделали. То есть он на следующий день пришел и сказал, я проверил твою историю, она чистая, и ты мне нравишься, ты можешь заселяться. Мне нужно за два месяца оплату. И у меня были прикольные условия, что я за электричество, за газ, за воду, за свет, я ничего не плачу. Это редко так, потому что в основном это экстра расходы, то есть это дополнительно. Так ты плачешь за квартиру или за комнату как-то? Смотри как, я снимал как комнату, но так вышло, что я просто пол первого этажа занимаю, то есть у меня своя кухня, у меня свой зал, у меня своя комната еще. И сколько это стоит? Я плачу как за комнату, то есть это мне выходит 500 долларов в месяц, и таких цен просто нет. Я не знаю, как так получилось. То есть за 500 баксов нельзя снять комнату в Чикаго? Не снимешь? Снимешь, но еще за электричество будешь платить сверху и за отопление. И за интернет, да, у меня тут интернет включен. Окей, ребята, кто только что присоединился, я говорю со Славой Планета, он автор проекта Планета 108, он посетит 108 стран за свою жизнь, может даже больше. Вот сейчас он в Чикаго, в Чикаго он поступил в школу актерского мастерства. Мы говорим о том, как жить в Чикаго. На что еще нужны деньги, Слава? 500 баксов? На все. На что еще? На все нужны деньги. У меня сломалось представление о том, что такое богатый американец. Короче, это совсем не так. Люди, которые здесь зарабатывают деньги, они моментально их тратят. Это не потому, что они транжиры, а потому что за все нужно платить, нет ничего бесплатного и все стоит дорого. Расскажи пример, за что платишь? 500 долларов за квартиру заплатил, живись и наслаждайся. Хорошо, ну по идее платишь за телефон, платишь за интернет, платишь за то, что питаешься, за продукты. Ну сколько ты тратишь? Привет, Юль. Слушай, я веду табличку, кстати, но я пока не суммировал. Я реально каждый день записываю расходы, каждый день подбиваю чеки свои. Давай так в разброс просто скажи, что примерно где стоит, как. Например, если ты снимаешь жилье и, как обычно, за отопление оплачиваешь отдельно, то где-то в среднем зимой на холодной температуре где-то долларов 100-150 у тебя уйдет на отопление. Это на холодной температуре. А если ты хочешь, чтобы было потеплее, покомфортнее, где-то до 200 может доходить. Летом то же самое на электричество будет уходить. Португальские цены. Сколько стоит телефон мобильный? Телефон мобильный, у меня тут определенные другие условия. Я просто познакомился с человеком, и он мне сделал хорошую скидку. Грубо говоря, это 20 баксов в месяц. Но за интернет 150 надо платить. За стационарный интернет или за мобильный? Да, за стационарный интернет, который стоит в доме. Да, у меня все в машину. А сколько стоит, я не знаю, завтрак или обед? Ну, где-то долларов 12-14 будешь выбрасывать на один раз поесть что-то простое. Это вредная американская еда? Всякая. Не органик, да? Вот это я не спешу судить. Я не спешу судить, органик или нет. Я еще только привыкаю. Многие продукты, которые я находил по хорошей цене, но ты ешь и понимаешь, у этого продукта другой вкус. Не может быть. Ну, мало. Я ел морковку, она не такая. Понятно. Вопрос, с чего ты живешь? Давай я расскажу в двух словах или ты хочешь расскажи? Я продаю книжки на Амазоне и на других площадках. Те книги, которые я когда-то опубликовал, они приносят мне продажи ежемесячно. Ну, это называется royalties, то есть я имею право их получать. Есть интересные идеи, ты или вместе с фрилансерами пишите книгу небольшую, 20, 30, 40, 50, 100 страниц, выкладываете ее на Амазоне за 99 центов или 9.99 и в общем на хайпе вот этой темы люди покупают эти книги и читают их, правильно? Ну, это не только так, это самый простой способ и самый простой подход, это так работало раньше, сейчас уже нужно все-таки ковырять маркетинг и пытаться разобраться, как люди мыслят. Вот один пример, вот вчера у меня был просто такой, меня порвало. Короче, обычный подход, я добавляю людей в какую-то там email рассылку, через которую я еще делаю доп. продажи. И обычно я эту email рассылку как-то называю там типа VIP рассылка, там какая-то там определенный список самых, ну в общем как-то выделял. Мне вчера объяснили, что с юридической точки зрения это дискриминация, то есть если ты одних клиентов и других разделяешь, у одних, одни преимущества у других другие, и ты называешь это прямо, что типа ты попадаешь в мой VIP лист, то тот, который не VIP, говорит, так, подожди, то есть ты хочешь сказать, что я не VIP, у вас не одинаковые отношения к нам, ах, вы же дискриминация. И, короче, это... Я когда-то отправлял в Канаду email, и мне там некоторые, ну, писали, вот говорят, слушай, чувак, у нас тут такое законодательство, что ты реально можешь попасть за вот просто отправку email. То есть вот за спам там вообще... Я тебе скажу, я открыл сайт, на котором я обычно просматривал фильмы онлайн, у меня просто это самое, у меня комп заблочили, и все, иди, звони в провайдер. Серьезно? Да, да, моментально просто выпалили, я боюсь торренты включать, я вообще сейчас просто по-другому смотрю, как люди... То есть они покупают, действительно все покупают, то есть я теперь понимаю, что париться на том, что книги кто-то будет где-то выкачивать, да держу. Сейчас ты поступаешь в эту школу, точнее, ты в нее поступил. Да, да, у меня с марта месяца занятие, направление называется acting, то есть актерское мастерство. Это самое простое, что, ну, самый базовый уровень, потому что там дальше идет импровизация, если хочешь параллельно взять. Есть еще куча, например, написание сценариев для своих смешных роликов, то есть там написание... То есть есть вообще куча курсов, 12 разных направлений, все-таки свежие, современные. Если вы видите какие-то прикольные YouTube-каналы, ну, там вообще раскрученные, там, по ляму просмотров этих подписчиков, по 5 лямов, и многие из них фановые, то есть там контент смешной, то чуваки, которые вот обучались на таких курсах, они вот пишут сценарий под такие каналы. Окей. А домой ты планируешь возвращаться или нет? Ну, мой дом здесь, я как бы считаю, что пока что я на планете Земля родился, и, ну, мы здесь все одинаково, просто нас разделили, сказали, ты такой, а ты другой, уйдут, тебе паспорт один. Я шучу, короче. Конечно, вернусь. Ну, вот Руслан спрашивает, скучаешь, не скучаешь, хочется домой поехать в село. Понимаете, такая штука, что, ну вот, я посидел по-домашнему, я из Бали, когда летел, я заехал в Украину, посетил, конечно, всех своих и полетел дальше. Такая штука, что со временем стирается эта граница, где дома, где не дома, и ты начинаешься ловить по ощущениям, где тебе было хорошо, с кем тебе было хорошо. И у меня, например, друзья во всем мире, я могу приехать вот к тебе, Рома, и мы можем пойти заказать Сибас и Винса и хорошо посидеть. Я буду как дома. Ну да. Живешь ты с американцами, ну, у тебя в доме американцы, правильно? Да, но я их не видел. Один раз видел соседа. Он очень странно питается, я вам скажу. Он мне сказал, что я с ним когда общался, он говорит, ты что, вегетарианец? Я говорю, нет. Ты не ешь мясо? Я говорю, да ем, ну просто не до мяса. Я пытаюсь, ну, я там все, что могу приготовить. Я с мясом особо не миксую, потому что я мясо наелся на Бали. Я просто ем пока так, налегке. Все простые продукты, очень много овощей. Он говорит, ну, молодец, хорошо. И принес 12 литров фанты в холодильник засунул. И все, да? Вот это все. А заметил какие-то, ну, особенности американцев? Ну, вот что вызвало внимание в первую очередь? Ну, каждый день вызывают внимание. Американцы, они разные. Есть те, которые здесь родились, а есть те, которые стали американцами. Так, иммигранты, да? Да, да. И у тех, и у других есть свои, тоже там делятся еще намного. Бризмеди. Да, да. В одном магазине ты встречаешь индусов, иммигрантов, которые отвратительно себя ведут. Вот в другом магазине эти иммигранты-индусы, они тебе дают бесплатно много чего. Ну, просто ты приходишь, а вот это тебе вот пакет конфет бесплатно, вот тебе все, что тебе надо бесплатно. Я говорю, чуваки, вы бизнес закроете, если вы меня будете бесплатно кормить. Они, да ладно, просто, ну, по приколу. Из тех, кто здесь родился, то, конечно, да, ну, это такая штука, ну, свой менталитет, свои приколы, которые, мне кажется, много-много лет надо прожить, чтобы их понять. Но есть всегда какая-то такая дистанция, с тобой на расстоянии так держаться. Там тебя всегда рады видеть, но на самом деле это значит, что, чувак, я просто хотел показать, как я живу, и все. Это не значит, что мы будем как бы с тобой вот тусоваться. Да, есть такая штука, что, ну, многие могут позвать тебя в гости только ради того, чтобы показать, как они живут, все. Так это плохо или хорошо? Ну, понимаешь, если это только это, то это странно. Окей, окей. Иммигрантов-американцев много? Конечно. Ну, ты вот встречаешь их много, я имею в виду, там, не афроамериканцев, там, не явно, там, выходцы из Индии. Ну, да, да, да. Вот весь район, в котором я живу, он практически весь испаноговорящий, и то есть это вся Латинская Америка, Мексика, то есть там, в общем, вот и мало, это Коста-Рика, Никарагуа, то есть там, Куба, Канада, Канада. Да, ну, в общем, все ребята, которые более в солнечных странах живут, решили поменять свою жизнь. Ну, из Латинской Америки переехали, да? Да, да. А наших много или нет? Выходцев из СССР. Я пока не встречал. Не встречал. Не. А, кстати, нет, встретил одного деда, он лет 30, получается, назад переехал сюда. Держит там и магазинчик. Вот, едят американцы в магазинах или в машинах, или дома готовят? Что они делают? По-всякому, но, насколько я понял, что это не самая сильная черта американцев готовить дома. И это все из практической точки зрения, потому что времени на это не хватает. А люди ради того, чтобы никому ничего не быть должным, то есть закрывать вот эти кредиты, линии кредитов, которые ты берешь, прям обязан брать. Ты должен работать много и работать ответственно. И когда ты много и ответственно работаешь, то чаще всего времени приходить домой, там, по магазинам, потом готовить дома, там, в развалочку нет. Короче, все на ходу, да? Ну, либо на ходу, либо ты просто идешь в рельсе и кушаешь. Ну, ты платишь за это деньги. Важнейший вопрос, который я не мог не задать. Там можно денег заработать чуть-чуть? Чуть-чуть? Нашему, нашему человеку. Ты можешь заработать 10 долларов в час или нет? Теоретически, да. Скажем, народ зарабатывает или нет? Это нелегально, то есть работать нельзя. Мало того, что нельзя, это еще и сложно. Ну, даже если, скажем, ты такой, не, я все-таки смогу, я все-таки найду, но никто с тобой общаться не захочет, потому что у тебя нет разрешения на работу, нет документов. То есть мать посуду там или что-то носить, это нереально? Ну, ты придешь, ты скажешь, я хочу мать посуду, хорошо, заполни анкету, и в анкете написано, укажи свой налоговый номер, у тебя нет. А, ладно, спасибо, мы приняли вашу заявку, мы перезвоним, да. Подожди, а где работают эти все нелегалы, которые приезжают? Ну, то, что я слышу, что нужно ехать в более такие громадные города, типа Нью-Йорк, да, типа Нью-Йорк, где вот это, ну, достаточно развито, где текучка постоянно, где, ну, ты как бы просто рабочая сила, и все, единица рабочей силы, это все, постоянный такой движ, что здесь Чикаго более-менее как-то устаканено, и все, кого я встречал, все работают легально. Я пока не встречал нелегально работаю еще. Я хочу к тебе в Чикаго. Давай, приезжай. Придет время, вот, куплю тачку и будем ездить. Окей. Е-е-е-е. Все, ребята, всем спасибо, если вы смотрите это видео в записи, оставляйте комментарии, я и Слава... По-шерти, обязательно по-шерти, по-шерти это видео, потому что, если вы не шерите, то зачем мы снимаем? Ладно, все, пока, рад был тебя видеть. Чао. Взаимно. Все, всем спасибо, пока-пока.